На чем можно ездить без прав? Ритм жизни современного человека подразумевает его мобильность. Необходимо уметь быстро перемещаться по большому городу, дабы успеть осуществить все задуманное. Для этой цели предлагается огромное количество различных индивидуальных средств передвижения. И если некоторые из них требуют не только навыка управления, но и соответствующих документов, то другие можно эксплуатировать без специальных разрешений. Перечень того, на чем можно ездить без прав, поможет подобрать себе средства передвижения по вкусу всем тем, кто по той или иной причине не имеет водительских прав. На какой транспорт не нужны водительские права? В связи с последними поправками в законодательстве, транспортных средств, которыми можно управлять без прав, осталось не так много. Основным представителем этой категории является велосипед и различные вариации велотранспорта. В последнее время набирают популярность самокаты. Передвижение без документов. Обратите внимание, к транспорту без прав относят также различные виды электротранспорта. Сейчас появилось огромное количество подобных устройств, которые не только позволят перемещаться по улицам, но и подчеркнут стиль владельца. Отличия по характеристикам, до какого объема двигатели не нужны права. Некоторое время назад, чтобы определить на какие транспортные средства не нужны права, использовали параметры объема двигателя. И для езды на скутере с двигателем объемом до 50 кубов не было нужды получать водительское удостоверение. Теперь же все иначе. Для любого мотоцикла с маленьким двигателем или скутера предусмотрено получение прав категории М, причем строгой регламентации по получению этого документа не существует. Управление транспортом этой категории разрешено людям, имеющим любые другие водительские права. Это значит, что полноправно использовать скутер можно только с 18 лет, т.е., с момента получения другого водительского удостоверения. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 800 рублей звездочка. Можно ли ездить на велотранспорте без водительского удостоверения? Велотранспорт. Велосипед – чрезвычайно распространенный транспорт, которым управляют не только взрослые, но и маленькие дети. Законодательство приписывает велотранспорт к транспортным средствам, а значит на него распространяются все правила дорожного движения. Есть некоторые специфические правила, которых обязаны придерживаться велосипедисты. К примеру, начиная с 14 лет все водители велосипеда должны ездить по специальным велодорожкам или по боку проезжей части. По тротуарам и пешеходным дорогам передвижение запрещено, так как это мешает проходу людей. Еще одним правилом является необходимость слезть с велосипеда при пересечении дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. С недавнего времени велосипедистам предоставили законную возможность устанавливать на транспорт электродвигатель. Однако его мощность не должна превышать 0.25 копеек вторнику. Соблюдение этого ограничения позволит эксплуатировать велосипед без водительского удостоверения. Нестандартные виды электротранспорта Популярность нестандартного электротранспорта легко объяснить. Все его разновидности обычно компактны, удобны и на них не требуются водительские права. Это делает их очень привлекательными для огромного количества людей. К самым распространенным нестандартным видам электротранспорта относят сегвей и моноколеса. Сегвей Сегвей представляет собой электрическое устройство, имеющее два колеса по сторонам от управляющего человека. Управление осуществляется за счет специальной ручки. Несмотря на кажущуюся сложность, управлять сегвеем очень просто. Даже балансировка дается людям обычно легко и естественно. Причисление сегвея к какому-либо транспорту довольно затруднено, поэтому во многих странах они просто никак не классифицируются и имеются в свободной продаже. Правда, некоторое государство, напротив, запретило их использование. В России же каких-либо ограничений на сегвей не существует. В общем и целом этот способ передвижения является весьма привлекательным, однако цена на устройство отпугивает очень многих. Моноколеса Моноколеса является аппаратом, действие которого основано на наличии гироскопа. Под воздействием наклонов в разные стороны, гироскоп запускает моторчик, приводящий колесо в движение. Управление очень простое. Цены на устройство довольно высокие, но все-таки доступные. Каких-либо законов или правил, регламентирующих положение моноколеса в российском законодательстве не существует. А это значит, что его использование ничем не ограничено. Все рекомендации сводятся к использованию моноколеса на тротуарах или велодорожках. Тренды последних лет допускают установку электромоторов на велосипеды, самокаты и прочие механические устройства. Это допустимо, однако есть ограничения по мощности двигателя и максимальной скорости. Для того, чтобы эти устройства продолжали быть транспортом без прав, установлено ограничение в 25 км в час. Езда без прав на мотоцикле или квадроцикле. Недавние поправки в законах запретили кататься без прав на мотоциклах, мопедах и скутерах. Причем даже объем двигателя здесь не имеет значения. На весь мототранспорт, с объемом двигателя до 50 кубических метров требуется удостоверение категории М. Однако так как его получение не предусмотрено, разрешается использовать этот транспорт с любой открытой категорией прав. Квадроцикл. Для езды на квадроциклах нужно получить специальное удостоверение тракториста. Его выдают в управлениях Ростехнадзора. Это по сути те же самые права, однако имеющие некоторую специфику. Квадроциклы бывают как на четырех колесах, так и с большим количеством колес. Популярность этого транспорта объясняется повышенной проходимостью, а также простотой использования аппарата. Любая заболоченная местность или полное отсутствие дороги не окажется препятствием для этого устройства. Важно, что касается езды на подобных транспортах без прав, то собственник всегда может прокатиться по своему участку или частных трассах. Без риска встретить блюстителей порядка. Можно ли ездить на мопеде без водительского удостоверения? Ранее мопед был тем, на чем можно ездить с 14 лет. Теперь это не так. Как уже говорилось выше, езда на мопеде без водительского удостоверения ограничена. Необходимо иметь хотя бы одну открытую категорию прав. Управление спортивной техникой на соревнованиях и автодромах. Очень часто бывают такие ситуации, в которых мототранспорт используется исключительно на соревнованиях. Регламент таких мероприятий предусматривает доставку кроссового мотоцикла прямо к месту прохождения соревнований. А это значит, что водитель садится за руль только на специальной трассе и, следовательно, право для подобного управления получать не требуется. Соревнования. Так уж сложилось, что использование транспортного средства вне общественных дорог не регламентируется законодательством. Вся ответственность за аварийные ситуации возлагается на самого собственника мотоцикла. Правда, если будет замечено, что на треке за рулем находится несовершеннолетний без соответствующей защиты и шлема, родители могут привлечь к ответственности за подвергание жизни ребенка опасности. Учебная езда на закрытых площадках или автодромах. Если есть желание научиться управлять каким-либо транспортом, стоит знать некоторые тонкости учебной езды. Учебная езда на площадках может проводиться только с лицом, имеющим соответствующее разрешение на обучение. Касательно автомобилей, здесь все очень сурово, и если сотрудники ГИБДД обнаружат факт несанкционированного обучения вождению, даже на закрытой площадке, то штрафы не миновать. Причем штраф выписывается как лицу без прав, оказавшимся за рулем, так и лицу, предоставляющим автомобиль. Для мотоциклов, мопедов и прочей мототехники правила схожи, однако наказания несколько смягчены. Самое главное, чтобы лицу, находящемуся за рулем мотоцикла было не меньше 14 лет. Но все равно несанкционированное обучение не допускается законодательством РФ. В каких случаях допускается езда без прав? В общем случае еда без прав допускается только в случаях. ТС не требует наличия прав. Езда на соревнованиях, езда на мопеде, квадроцикле, или другой технике по собственной территории. Езда по частным дорогам. Езда без прав является очень серьезным правонарушением, которое карается различными серьезными мерами. Это могут быть штрафы, изъятие транспортного средства и даже арест. Штрафы накладываются в размере от 5000 рублей до 15000 рублей звездочка. Если отсутствие прав имеет случайную причину, например они остались дома, то штраф все равно выписывается. Исключением можно считать учебную езду, при которой забытые дома права могут быть подвезены в ближайшее время. Если этого не произойдет, то инспектор имеет полное право на арест автомобилей и отправление его на штрафстоянку. В итоге вопрос на какой транспорт не нужны права, имеет довольно лаконичный ответ. Велосипеды, самокаты, а также некоторые специфические электроустройства. Весь остальной транспорт, в том числе водный, требует наличия специального разрешения на вождение. Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 год.